Здравствуйте! На библейский портал Гезгет пришел вопрос, совместимы ли смирение и защита своих прав. На эту меру смирения Господь предлагает каждому человеку выбрать свою, вплоть до Христовой. Когда Христос отказался себя защищать и предал себя страшной крестной смерти. Более того, именно о смерти крестной Он говорит «на сей час я пришел». Он не сказал это перед тем, как умножил хлебы, или воскресил Лазаря, или говорил Нагорную проповедь. Он пришел предать себя в полную волю тех страшных людей, которые хотели его убить и это сделали. Сила человека должна быть велика для того, чтобы сильно смириться. На самом деле, смирение настоящее требует огромной воли, огромной внутренней силы от человека. Больше, чем даже какие-то внешние завоевания. В притчах Соломона есть слова о том, что человек, который овладел собой, больше вождя, который овладел вражеским городом. Это тяжелее. Тяжелее смирить себя, не сказать гадость, не сделать какую-то дрянь, не наорать на другого человека, уступить, промолчать — это тяжелее. Но какова мера — человек должен знать. И иногда, если человек внутренне готов смириться, может быть неполезно для другого, если мы будем молчать. Особенно это может быть неполезно, если дело касается не наших прав, а прав и жизни, и здоровья тех, кто нас окружает. Вот, допустим, если ребенка обижают или бьют, а рядом стоит его отец, он не может с этим смиряться. Он должен его защищать. Если у вас во дворе продают наркотики, то есть предлагают людям страшный грех и разрушение их жизни, вы не можете с этим смиряться, это не будет смирения. Это будет предательство ваших ближних. Вы должны с этим бороться. Поэтому здесь одного ответа нету. Лично мне, еще раз, как я для себя отвечаю, лично мне Господь предложил любую степень смирения. Какую я выберу, чем больше эта степень, тем больше благодати Господь сможет мне дать. А вот за тех, за кого я отвечаю, кто находится в поле моей ответственности, там надо смотреть. Может быть, как великий смиренный человек, святой благоверный князь Александр Невский, бывают случаи, когда надо доставать меч и идти рубить. А бывают случаи, когда, например, новгородцы неблагодарно его прогоняют, говорят, уходи, ты нам больше не нужен. Вот надо смириться и уйти, а потом вернуться и не вспоминать этой обиды, которую ему нанесли. Вот смирение, оно бывает разным. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.